Это программа День с толком. Студия Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. И опять одни разговоры. Жители домов Нагущина не собираются мириться со стройкой у себя во дворе. Впереди митинг. Перезагрузка Трансмаша. В Барнауле появится новый спортивный объект для юных футболистов. И новости культуры. Престижная театральная премия «Золотая маска» досталась актрисе из Барнаула. В Алтайском крае задачены тем, как исполнять поручения президента, которые он на этой неделе озвучил федеральному собранию. Этому вопросу губернатор края посвятил даже специальное совещание. Большая часть поручения касается компетенции Министерства социального блока. Важно, чтобы оно и другие ведомства в срок выполнили все необходимое. А с этим нередко проблема. Допустимые сроки предоставления документов нарушаются. В регионе зафиксировано 16 таких случаев. Однако эти цифры нуждаются в пояснении. Анализ нарушений показал, что 7 из 16 – это случаи, когда представленный исполнителем проект письма был подписан курирующим заместителям не позднее установленной даты. Но зарегистрирован только на следующий рабочий день. Антилидер в плане нарушения сроков региональное министерство образования. За ним 5 таких случаев. По 2 у управления молодежной политики, Минспорта и правительства края. Но есть и хорошая новость. Срок отработки поручений президента в целом в крае сократился в 5 раз. В большинстве случаев ответ предоставляют за неделю или в первые 2 месяца после обращения. Прокуратура края предъявила Барнаулу судебные требования почти на 7 миллиардов рублей. Причина в большей части обвинений – несоответствие очистительных сооружений новым санитарным требованиям. Эту проблему горячо обсуждали сегодня депутаты Барнаульской городской думы. Подробнее о ходе очередного заседания городских парламентариев в сюжете Анары Шагировой. И самое главное – миллиардные долги города перед своими жителями. Долги, которые растут по полмиллиарда в год. Если в 2020 году они были чуть больше 6, то в 2021 уже около 7. Точнее 6 миллиардов 667,7 миллионов рублей. Тема задолженности города и штрафных санкций в отношении нее на заседании городской думы обсуждали особенно бурно. Проблемы немалые. Например, только за несоответствие очистных сооружений Барнаул по требованию прокуратуры должен заплатить около 3 миллиардов рублей. Наши очистные сооружения, ливневые канализации, строились еще в 60-70-е годы прошлого века. Изменились затем санитарные нормы. Но, безусловно, это не только санитарные нормы связаны. Конечно же, нам хотелось, чтобы источные воды были чистые, мы свой город не засоряли. Но для этого города нужно построить 6 очистных сооружений. А построить новые ливневые канализации. Другая проблема – качество дорог. В частности, в поселках Лесном, Научном городке и Бельмесево. В свое время там получили землю многодетной семьи. Но инфраструктуры до сих пор нет. Судебный иск по этому вопросу грозит миллиардом рублей. На заседании Гордума, начиная с 2013 года, предлагают исполнить требования суда. Выплатить все долги. Но принять такое решение невозможно. Сегодня бюджет города около 15 миллиардов. То есть чуть более 15 миллиардов. И собственных доходов – это 7 миллиардов с небольшим. Если из них убрать 6 миллиардов 700, то мы жизнь города практически останавливаем. Выходит замкнутый круг. Закрывая одну проблему, есть риск обострения новых в других сферах. А это чревато новыми судебными исками. Депутаты это понимают. Единогласно проголосовали против полного погашения задолженности. Теперь Гордума в поиске дополнительного финансирования федеральных программ. В ходе заседания также были изменены некоторые положения по вопросу переселения жильцов из аварийных домов. Теперь мониторинг состояния таких помещений и оценка несущих конструкций, а также недопущение самовольного заселения граждан в такие дома, ляжет на плечи районных администраций города. Анна Рашагирова, Николай Шилкот. День с толком. Жильцы барнаульских многоэтажек в 15 метрах, от которых собираются построить еще одну высотку, продолжают отстаивать свои права. На этой неделе они вместе с застройщиками, чиновниками мэрии сели за стол переговоров. Был ли толк от встречи и к чему готовятся жители, знает Татьяна Голубева. Нам обещана была зеленая зона. С парковками. С парковочками, все прекрасно. Потом застройщик нам пояснил, это был просто рекламный ход. Вы могли не покупать, если бы вы не сказали вам этого, вы бы не покупали наши квартиры. В итоге квартиры куплены, а в 15 метрах от жилых домов должен появиться еще один. Смотреть из окон не на деревья, а на стены соседнего здания никто не хочет. На встрече неделю назад застройщик пообещал горожанам заморозить стройку до 15 мая, чтобы найти компромисс с жителями. Последние пришли с предложениями. Возможно ли обмен земли? То есть город изымает участок у застройщика под муниципальные нужды и дает в другом месте города. Процедуру обмена земельным участком осуществить невозможно, потому что нет для этого правовых оснований. Пересмотреть место для строительства немного дальше от того, что выбрано сейчас. Это еще одно из предложений жителей. И застройщик вроде бы не против, но... Есть определенные процедуры. Правила землепользованной застройки основывается на решении генерального плана. Можно изменить конфигурацию зеленой зоны, нести изменения в генеральный плана. Затем нести соответствующие изменения в правилах землепользованной застройки. Временная цена вопроса 2 года. Фактически единственный выход, который сейчас есть у жителей, это обращение в суд. Но сначала они планируют дождаться результата в заказанной ими экспертизы. Если она покажет, что никаких нарушений норм для строительства нет, поход в суд может оказаться бессмысленным. И жители даже готовы будут извиниться перед застройщиком. Но они не намерены отменять запланированный на это воскресенье митинг. Митинг имеет целью своей формирование и публичное выражение мнения, общественного мнения по поводу точечной застройки неразумной городостроительной политики в нашем городе. До 15 мая место, огороженное под строительство дома, использовать не планируют. Но ждать дальше и нести убытки застройщик не готов. Мы будем следить за развитием ситуации, ведь даже если стройка продолжится, горожане планируют и впредь бороться против точечной застройки краевой столицы, которая, по их мнению, совершенно не учитывает интересы рядовых жителей. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Сегодня на сайте Комитета по образованию Барнаула опубликовали список детей, которые точно получили места в детских садах. В этом году в дошкольные образовательные учреждения пойдут 9 тысяч детей. Причем подавляющее. Большинство из них совсем малыши. Из 9 тысяч, около 3 тысяч только для детей старше 3 лет, остальные ясельные. Востребовано. И сейчас мы стали даже брать годовичков, те, кто родители желают. Мы отдельные группы годовичков не делаем, потому что они не будут сформированы, не сможет в одном микрорайоне столько детей ходить. А единичные случаи, когда обращаются, мы принимаем таких детей. Однако в очереди из желающих попасть в детский сад остается еще почти 3 тысячи детей. Больший ажиотаж в индустриальном районе, но в то же время журналистам перечислили новый для Барнаула детсады номер 274, 278, 279 и 280. При этом дефицита педагогических кадров для открытия этих дошкольных учреждений нет, заявили специалисты. Кстати, сотрудники комитета подчеркнули, если вы не нашли себя в опубликованных списках, обязательно воспользуйтесь дополнительными днями приема в августе. Запись на этот прием будет открыта с 1 июня. Жители России, в том числе Алтайского края, рискуют стать жертвами нового вида мошенничества. Злоумышленники пытаются подделать QR-коды на доверенностях и других нотариальных документах. Как убедиться в их подлинности и не попасть на уловку аферистов, знает Валентина Аскерова. Дмитрий обратился к нам в редакцию после того, как столкнулся с предложением необычной услуги в соцсетях. Я узнавал про нотариальные доверенности, чтобы они были официальные. Мне уверяют, что на госзнаке это все сделано. Бывают с базы, бывают без базы. То есть с базы – это где в базу прям вносят этот документ, что он бьется по базе. То есть что это настоящее. Без внесения в реестр нотариальных услуг 15 тысяч рублей, с внесением 40 тысяч. По такой цене нотариальные доверенности предлагают на черном рынке в интернете. Переписка в режиме онлайн. По ту сторону экрана – мошенник поэту Дмитрий. Мужчина нашел в телеграм-канале десятки чатов, которые торгуют сомнительными бумагами, как уверяют продавцы, с якобы водяными знаками и печатями. Масса предложений, где предлагают доверенности не только на автомобили, но и на квартиры. Такой вид, как завещание. То есть все это поделать, и человек может лишиться всего движимого, недвижимого имущества. Это жизни людей на самом деле. И человек, оказавшись в такой трудной жизненной ситуации, бывает так, что доказать свою правоту, даже если он докажет, то есть обратно деньги уже в него не получится вернуть. Нотариусы призывают оформлять необходимые документы только в нотариальных конторах и создают сервисы проверки, которые помогут выявить подделку. Бланки изготавливаются на специальной бумаге с использованием водяных знаков. Используются иные средства защиты этих бланков. Также на бланках используется последовательная сквозная нумерация. Кроме того, для защиты любого нотариального документа на документ наносится специальный QR-код. QR-код с подлинника невозможно продублировать, перенести на другой документ, поскольку каждое нотариальное действие вносится в единую информационную систему нотариата. Проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит, есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Бланк за 40 тысяч рублей, который предлагают в интернете, возможно, с какими-то водяными знаками, QR-кодом, но он точно является липой, потому приведет вас на фейковый сайт. Последний якобы подтвердит подлинность нотариального документа, но от этого он не перестанет быть липой. Однако проверять документы нужно. Для этого созданы все условия, подчеркивают нотариусы. Как только делать это необходимо на безопасном официальном ресурсе – в сайте Федеральной нотариальной палаты. Здесь легко просканировать QR-код документа и получить действительно актуальный вердикт по нему. Если перед вами оригинал, система выдаст фамилию, имя отчества нотариуса, который оформлял данное действие, нотариальный округ и другие реквизиты. Если же при сканировании документа на экране высвечивается запись, в настоящий момент информация в QR-коде не может быть проверена, есть повод усомниться, а не подделка ли это. Также с помощью публичных реестров на сайте Федеральной нотариальной палаты совершенно бесплатно можно при покупке автомобиля узнать, был ли он в залоге. Для этого достаточно ввести его в ВИН. Кроме того, на сайте можно узнать, действует или отменена доверенность, у какого нотариуса заведено наследственное дело. Главное, подчеркивают нотариусы, быть бдительными при оформлении любой сделки документа, перепроверять их и помнить, что обращаться за подобного рода услугами нужно к реальным, а не виртуальным специалистам. Валентина Аскирова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Жителю Алтайского края предъявили обвинение за сбыт государственных наград Великой Отечественной войны. 40-летний мужчина пытался продать их за рубеж. Сотрудники УФСБ установили, что обвиняемый нашел иностранного покупателя, которому предложил приобрести 33 ордена и медали СССР периода Великой Отечественной, а также комплекты документов к ним. После того, как получил 100 тысяч рублей, отправил посылку через международную почту, однако сотрудники ФСБ посылку изъяли. Экспертиза установила, что предметы, которые мужчина отправил за рубеж, относятся к культурным ценностям и имеют историческое значение. В ходе следствия установлен гражданин, который передал обвиняемому реализованные государственные награды. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подельника, который является коллекционером, было обнаружено свыше 3000 госнаград с документами. От юбилейных медалей победы в Великой Отечественной войне до орденов Ленина. Предварительно установлено, что коллекции также планировали продать. К примеру, один из обнаруженных комплектов наград участника Великой Отечественной войны уроженца Алтайского края для потенциальных покупателей оценивался более чем в миллион рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается причастность других лиц. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Банки, тарелки, кастрюли – все это не предметы, кухонные утвари, а летающие объекты. Жильцы дома на Солнечной поляне 111 переживают за свою безопасность. Страх нагоняет местная старушка. Женщина выбрасывает с шестого этажа на улицу все, что попадает ей под руку. Видео на днях попало в сеть. В комментариях многие осуждали родственников и сетовали на бездействие полиции. Наша съемочная группа решила выяснить, как и кто должен реагировать на поведение странных соседей. Существует морской закон – поел и посуду за борт. Но мы с вами не на корабле, мы с вами находимся на улице Солнечная поляна 111. Стаканы, ложки, вилки, банки, иногда даже кастрюли с кашей. А утрами примерно в 6 часов играет симфонию. Железная поварешка бьет по карнизу окон. И так продолжается уже на протяжении 4-х месяцев, говорят жильцы этого дома. Сначала заметили, что с шестого этажа кто-то льет что-то жидкое, похожее на суп. Думали шалят дети. А с приходом весны с окон полетели уже кружки, банки и даже курица. Соседи обращались в полицию, но ответ был один – это не наш случай. Люди, говорят, жаловались в администрацию района, но без ответа. Мы обратились за консультацией к юристу. По его словам, правоохранительные органы понять можно. Ведь летящая посуда из окон ни в кого не попала и не повредила, например, машину. Получается, что полиция включится в дело только после того, как случится несчастный случай. А пока этого не произошло, нужно решить вопрос о психическом здоровье бабушки. А это уже компетенция, скорее всего, все-таки надзирающего органа. Я под этим подразумеваю прокуратуру. Которая подает, допустим, исковое заявление о признании ее недееспособной, либо ограниченно дееспособной в районный суд исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц. Простыми словами, соседи пишут коллективную жалобу и идут в прокуратуру. Они, в свою очередь, назначают экспертизу и после принимают решение, признать ли бабушку недееспособной. Известно, что эта бабушка проживает одна, а родственники на ее поведение не реагируют. Однако, после того, как в чате дома появилось сообщение о приезде нашей съемочной группы, бунтарку забрала внучка. По словам соседей, вернут ее через пару дней. Жители дома намерены действовать серьезно, чтобы не ждать, когда нагло у прохожим приземлиться очередная летающая тарелка. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Затонированные стекла автомобилей могут стать причиной серьезного ДТП. Особенно в темное время суток. Об этом сегодня напомнили сотрудники госавтоинспекции в ходе очередного рейда. Для подобных дежурств полиция выбирает самые популярные улицы города и начинает просеивать поток. Останавливая теху, кво тонировка на передних боковых и лобовых стеклах. Передние боковые стекла у нас светопропускаемость должна составлять в соответствии с ГОСТом не менее 70%. Замеряют пропуск света при помощи специальных приборов. Если показатель меньше 70%, то сотрудники ГИБДД просят снять тонировку прямо на месте. Водители безжалостно, одирая пленку, оправдываются за нарушение как могут. Избавляться от тонировки на месте не обязательно, но тогда полиция выписывает штраф в 500 рублей. За час работы было зарегистрировано более 30 нарушений. В ближайшие несколько лет в Барнауле появится новый крытый манеж для занятия футболом. А у детской команды «Динамо» просторные комфортные раздевалки. Сейчас же юные спортсмены вынуждены пользоваться аварийным зданием на стадионе «Трансмаш». Подробнее в сюжете Артема Гусельникова. 11-летний Богдан занимается футболом уже 7 лет. Все это время он и его команда вынуждены переодеваться в аварийном здании стадиона «Трансмаш». Несмотря на то, что футбольное поле было обновлено в 2019 году, в самом здании стадиона плесень и отслаивается штукатурка. Большая часть помещения, в том числе спортзал, уже не эксплуатируется. Там просто опасно находиться. В распоряжении футбольного клуба «Динамо» только первый этаж и часть второго. Плохое состояние этого здания. Там все убито сейчас, в крайней мере. Воспитанникам детского «Динамо» есть чем сравнивать. Они уже побывали на выездных матчах в Казахстане и в Казани. И там, говорят юные спортсмены, условия гораздо лучше. Барнаульский «Трансмаш» планируют обновить. По заверению министра спорта края, на месте старого футбольного поля организуют крытый манеж. Команды смогут тренироваться в любое время года. Первые средства есть на то, чтобы сделать проект, потом пройти экспертизу и подходить уже к стройке. Ну, здесь, конечно, будем задумываться, что расположится, соответственно, какая школа, кто будет управлять. Но пока нам важно сделать проект. На разработку проекта уйдет год и 8 миллионов рублей. Стоимость всех строительных работ составит почти полмиллиарда. После того, как манеж будет готов, потребность в здании стадиона, считает министр, может исчезнуть. В планах перенести в манеж не только футбольное поле и раздевалки, но и административные помещения. Родители юных спортсменов ждут обновления не меньше самих ребят. Чтобы раздевалки были чистые, и все было приятно, чтобы приятно было зайти, и кафе было, и где родителям посидеть, например. Чтобы дети были в условиях, как у меня ребенок говорит, мама, я хочу заходить, и чтобы моя форма висела. Но ближайшие пару лет футболистам точно придется довольствоваться тем, что есть. А в зимнее время тренироваться на других площадках. Несмотря на все ущемления, команда продолжает успешно выступать в престижных региональных и общероссийских турнирах. Ближайший из них пройдет в Томске. Пожелаем ребятам успехов. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. В ожидании ремонта и концертный зал колледжа культуры, которого не было с 1984 года. К слову, сегодня учебное заведение официально отметило свой 65-летний юбилей, и новость о ремонте концертного зала стала главным подарком к празднику. Стоимость всех работ – 320 миллионов рублей. Средства выделены из краевого бюджета. Сейчас концертный зал может вместить в себя 500 гостей, а после реконструкции будет 650 мест. Площадь помещения увеличится на 1000 квадратных метров за счет вестибюля. Как сообщает директор колледжа, новый концертный зал будет соответствовать всем требованиям. Это долгожданный ремонт. Это ремонт, который мы воспринимаем просто как отношение краевых властей к колледжу и оценка его работы. Поскольку коллектив работает очень качественно, профессионально, кадры готовятся очень высокого уровня, поступают у нас студенты после выпуска в консерватории всей страны. В любую консерваторию они могут поступить. И поэтому, конечно, колледж без ложной скромности формирует музыкальную культуру Алтайского края. Барнаульская актриса Мария Евтеева получила престижную театральную премию «Золотая маска». 27-я по счету церемония вручения состоялась накануне в Москве. Награду вручали за сезон с 2019-2020 годов. Всего 40 театральных деятелей удостоились премии. Среди них наша землячка Мария Евтеева, актриса Алтайского государственного музыкального театра. Она вошла в номинацию за лучшую женскую роль в оперете или мюзикле, сыграв Машу в спектакле «Капитанская дочка». Это нереально то, что происходит. Но это так. Спасибо большое. Это просто огромная оценка моей работы и работы нашей постановочной группы, наших авторов в спектакле «Капитанская дочка». Хочу всех поблагодарить. Простите, если забуду чьи-то имена. Вот сейчас действительно все трясется. Лучшим режиссером признали Юрия Бутусова, который работал над постановкой «Пергюнд» Московского театра имени Вахтангова. Награды за лучшую оперу и балет получили Садко и Жизель, поставленные в Большом театре. К слову, для тех, кто еще не видел постановку, есть шанс попасть на ближайший показ, который пройдет 29 апреля в Алтайском музыкальном театре. Окунуться в далекие галактики, увидеть звезды и заглянуть в самые глубины черной дыры. То, о чем мечтали любители космоса сегодня в библиотеке имени Шишкова. В данной минуте в Барнауле проходит «Библия-ночь», уже традиционная всероссийская акция, в которой участвуют более 500 библиотек. Главная тема, объединяющая всех – юбилей первого полета человека в космос. В программе лекции о покорении космоса, интеллектуальные игры, научные опыты, квесты и многое другое. Вы еще можете присоединиться к «Библия-ночь», мероприятия продлятся до половины десятого вечера. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд. О погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...